За прошедшие сутки ВСУ устроили разгром россиян на юге и смогли уничтожить много техники и живой силы противника. Дважды мы проводили штурмовые действия, направленные на освобождение новых населенных пунктов. Во время одной из атак столкнулись с двумя подразделениями десантно-штурмовых войск России. В результате боестолкновения, враг, понеся потери в танковой и бронированной технике, а также живой силе, отошел в тыл. Наши смогли захватить несколько пленных, которые не успели убежать. Кроме бронетехники, ВСУ смогли уничтожить радиолокационную станцию зенитно-ракетного комплекса С-304 пусковые установки. Отлично поработала вчера и наша авиация. Штурмовыми самолетами было нанесено четыре удара по скоплению вражеской живой силы, вооружения и техники в Баштанском и Береславском районах. Особо отличились вчера наши ракетно-артиллерийские подразделения. Ими выполнено более двухсот огневых задач. В том числе были нарушены вражеские планы отремонтировать и продолжать использовать Каховский мост. В тот момент, когда Хаймерсы наносили удары по целям на Херсонском и Крымском направлениях, реактивные системы залпового огня уничтожали более близкие цели. Оперативное командование ЮГ доложило, что был уничтожен один склад с боеприпасами. ВСУ постепенно выжигают противника с нашей земли. Мы обещали, что под россиянами в Украине будет гореть земля, она под ними и горит. Ежедневно ВСУ уничтожают десятки единиц российской боевой техники, а также по 500 единиц живой силы. Если так будет продолжаться, то уже через полгода враг будет вынужден прекратить боевые действия из-за дефицита вооружения. Уже сейчас Пукин пытается латать дыры в бронетехнике, снимая с хранения старые танки Т-62, которые он будет тащить с Дальнего Востока. Но надолго ли их ему хватит? Тоже с самолетами. Известно, что начат процесс расконсервации и самолетов Су-24. Какой бы ни был расклад, ВСУ готовы дать отпор любому вызову со стороны агрессора. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, жмякайте колокольчик. Обязательно оставляйте комментарии. Для помощи каналу ссылки в описании.